Ну что, всем добрый день! Я рада приветствовать вас на марафоне, который называется «Я выбираю себя». Меня зовут Ксения Толпыгина. Почему я решила создать этот марафон? Потому что, знаете, очень много внутри накопилось, проходила разные практики, тренинги у разных мастеров и онлайн, и очно, и заочно. И многое выполняю сама, общаюсь с подругами на разные темы. И, конечно, этим хочется всем делиться, и я понимаю, что в женском кругу это всё происходит гораздо эффективнее и интереснее. У меня тоже есть внутренний запрос прокачаться в определённых моментах, поэтому я очень рада, что мы вместе сможем пройти с вами вот эти интересные шаги. И онлайн-марафон называется «Я выбираю себя», потому что главный человек в нашей жизни — это мы сами. И если я выбираю себя, то тогда и другие люди тоже выбирают нас. И если брать мужчину, то мужчина выберет нас в том случае, когда мы сами привержены себе, своей Личности. И первый день марафона и первые задания, о чём мы с вами поговорим, для того, чтобы что-то новое произошло в нашей жизни, какие-то новые перемены, что-то новое вошло, новые люди, какие-то знания новые, информация, практики, для этого нужно освободиться от старого. Вы согласны? Поэтому наш день первый будет посвящён такой генеральной зачистке. Зачистке от ненужной энергии. В чём это может проявляться? Где мы можем почистить те хвосты и забрать ту энергию, которую мы туда вложили. Мы все с вами современные люди, мы сидим на телефонах, да, у нас чаты, ватсапы, инстаграмы, вконтакте и так далее. И много тех контактов, которые нам не нужны. Но у нас туда утекает энергия, то есть ниточка, она уже проложена. Поэтому задание на сегодня – проштудировать свой телефон. Я понимаю, мы все занятые люди. И очень важно на это найти время. Посмотреть свой телефон, удалить ненужные контакты, которые нам уже не актуальны. В телефонной книге, удалить чаты в ватсапе, которые уже не актуальны, которые тянут информацию и загружают телефон и наш мозг. Почистить телефон от ненужных фотографий, удалить всё лишнее, что нам поприсылали, разные картинки, бесполезные видео и так далее. То есть это высвободит вашу энергию и ваше внимание. Потому что каждый раз, беря телефон, вы связываетесь, знаете, как открытые программы в компьютере, которые берут на себя тоже мощность процессора. От этого он начинает тормозить. То же самое происходит и с нами. Поэтому первое, что мы делаем – мы чистим свой телефон. Предлагаю также почистить свой мозг от ненужных мечт. У нас с вами полно разных мечт, которые мы загадали когда-то, чего-то мы это хотим, но мы к этому не идём. И раз мы к этому не идём, значит для нас это не важно, потому что мы всегда делаем только то, что для нас важно. Поэтому предлагаю осознать, какие же мечты, какие желания для меня сейчас не актуальны, не нужны, но я за них вот цепляюсь, что да, было бы вот здорово. Поэтому честно признайтесь себе, на самом деле для меня сейчас не важно худеть, например, да, мы многие этим озабочены, но не все к этому идут, значит это не важно. Это не та мечта, не то желание, которое сейчас актуально. Поэтому честно себе в этом признайтесь и просто отпустите эту мечту. У вас высвободится большое количество энергии для того, чтобы направить своё внимание и силы именно туда, куда вам важно сейчас, сегодня. Что мы можем ещё почистить? Мы можем почистить наше пространство, там где мы живём. Это шкафы, балконы, разные там туалетные столики, в ванной наши все полочки. Проштудируйте, пройдите своим опытным взглядом, а что же вам уже не нужно? Что просится, чтобы эту вещь отпустили? И вы поймёте, насколько легче стало у вас дома, насколько свежее это стало. Пусть даже вы выкинете там три какие-то ненужные вещи, три лишние там бумажки, которые уже вам не нужны. Но вы уже включитесь в этот процесс и со временем начнёте регулярно это всё делать. Хотя я уверена, что многие из вас регулярно это делают и очищают своё домашнее пространство. Но я предлагаю как раз вот в задании первого дня нашего марафона пройтись своим опытным взглядом по своему домашнему пространству и убрать всё лишнее, что быстро попадается вам на пути. Предлагаю, чтобы это было в идеале 27 ненужных вещей. Это легко, поверьте мне. Я буду вместе с вами всё это проделывать, участвовать, мы это с вами всё обсудим. Зачистка нашего рабочего пространства. Если вы работаете в офисе, ну, либо на другой любой работе, посмотрите, а что для вас там тоже не актуально, что нужно выбросить, что уже просится для того, чтобы это отпустить. Зачистка в отношениях с людьми. У нас есть люди, которых мы тоже готовы отпустить. Подумайте сегодня, осознайте честно, насколько для вас актуальны и важны отношения с тем или иным человеком. Готовы ли вы с ним дальше общаться? А возможно, пора его просто заблокировать? Потому что наверняка есть связи с бывшими мужчинами, с какими-то девушками непонятными, какими-то ненужными страницами ВКонтакте, которые висят у нас в друзьях и тоже оттягивают нашу энергию. Возможно, стоит в этот день подумать, посмотреть, проанализировать и зачистить все свои ненужные лишние контакты. Далее, различные наши бумаги, записи. Знаете, я почему говорю так более подробно? Для того, чтобы вы прошлись, посмотрели на разные сферы своей жизни и посмотрели, что же нужно где очистить. И в комментариях к этому видео, я думаю, что вы поделитесь, в каких сферах жизни вы тоже провели такую генеральную зачистку. И я предлагаю сегодня направить наше внимание, а там, где наше внимание, там наша сила и энергия, как раз на отпускание того, что лишнее, то, что уже отжило в нашей жизни. Это могут быть наши какие-то убеждения, ненужные привычки. Я думаю, что каждая из вас посмотрит на себя со стороны, а что же она готова отпустить, от чего освободиться в этот день. Ну что, это видео я заканчиваю. И мы с вами обсудим это все в комментариях к этому видео. До завтра, мои хорошие. Хорошего дня! До завтра, мои хорошие. До завтра, мои хорошие. До завтра, мои хорошие. До завтра, мои хорошие. До завтра, мои хорошие.